Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем разбор статьи из публикации за май месяц 2023 года. Тема статьи. Вы можете достичь своих духовных целей. Статья изучается на неделе 7 по 13 августа 2023 года и основан на стихе из Галатом 6.9. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Данная статья очень полезная. В нашем разборе мы отметим немало ценных мыслей. Ну а кто предпочитает оригинал, тот легко сможет найти его и прочесть на официальном сайте общества или прослушать на встречах собраний. И тексты, если не указаны иначе, мы, как обычно, будем приводить и Синодальной Библии. Все мы, став свидетелями Иеговы, понимаем, что духовное развитие требует осознанных усилий. Если не ставить перед собой духовные цели и не достигать их, есть риск остаться вечным духовным младенцем. Однако, бывает так, что мы ставим перед собой духовную цель, но достичь ее у нас не получается. Например, мы искренне хотим покончить с какой-то плохой привычкой, хотим читать Библию ежедневно или регулярно проповедовать, но дальше желание – дело никак не продвигается. Что поможет нам достигать своих целей? Давайте вместе рассмотрим сегодня. Под заголовок «Развивайте желание достичь цели». Ставить перед собой цель, потому что она правильная – это похвально. В этом веке очень часто приходится делать не то, что нам самим хочется, а то, что мы должны и что приносит нам пользу. Например, дети хотят гулять и смотреть мультики, а им приходится делать уроки. Так же обстоит дело и у тех, кто принимает решение служить Иегове. Поначалу нет особого желания изучать Библию, проповедовать и даже менять привычный образ жизни. Но они стараются это делать потому, что поступать так правильно и угодно Иегове. Однако, на одном только чувстве долга далеко не уедешь. Если нам не нравится делать то, что мы делаем, у нас не возникает желания это делать, и духовная лень быстро приглушит в нас интерес к духовному. Как развить искреннее желание делать то, что правильно? В этом могут помочь осознанный поиск мотивации, молитва и общение с соверующими. Как помогает осознанный поиск мотивации? Если приводить самим себе веские доводы, зачем нам стоит делать то или иное, нам будет гораздо проще браться за дело. Апостол Павел в Ефесином 4 главе 23 стихе назвал этот процесс обновлением при помощи усилий Духа Ума Своего. Например, ставя перед собой цель читать Библию каждый день или готовиться к встречам собрания, можно объяснить себе, что эти наши действия расширяют кругозор и дисциплинируют нас, что принесет нам пользу. Например, это придаст нам уверенности в разговоре на прочитанные темы. Сосредоточение на том, какую пользу принесет нам достижение цели, пробуждает интерес к тому, чтобы ее достичь. А закрепить и развить его помогает Иегова, слыша наши молитвы. Ведь именно он развивает в нас все правильные желания и действия. Это известно и с филиппийцем 2 главы 13 стиха. А как общение с соверующими помогает развивать желание достигать духовные цели? Если общаться с мирскими людьми, далекими от мудрости Иеговы, интерес к духовному у нас не разовьется. А вот если общаться с мудрыми, то развить желание к служению Иегове возможно. Этот факт подчеркивается в притчах 13 главе 21 и в 1 Коринфянам 15 главе 33 стихах. Сам пример тех служителей Иеговы, кто радуется жизни, служа Иегове и ведя праведный образ жизни, вдохновляет и побуждает ощутить ту же радость. Также братья и сестры могут дать много полезных советов в том, как достигать намеченные цели. Вдохновить нас могут и интересные случаи в служении, о чем они нам рассказывают, и даже возможность кому-то помочь. Одиночные христиане не вписываются в предназначение христианства по замыслу Иеговы. Они не имеют возможности затачиваться друг от друга и вдохновляться на добрые дела. Лишь совместная христианская деятельность способна духовно взращивать свидетелей Иеговы. Этой цели и служит собрание. Об этом говорят стихи из Филиппийцам 2 главы 4, Ефесиным 4 главы 11 по 16, 1 Фессалоникийце 5 главы 11 и Евреям 10 главы 24 и 25 стихи. Итак, поиск мотивации, молитва и общение с соверующими могут помочь развить интерес к служению Иегове и пробудить желание добиваться намеченных целей. Но что произойдет, если мы будем действовать только тогда, когда у нас возникнет желание? Давайте узнаем далее. Под заголовок «Стимулируйте себя осознанными усилиями». Из-за несовершенства наше настроение и желание делать то, что правильно, непостоянны. И этой реалистичной правде надо смотреть в глаза. У всех нас бывают дни, когда нет никакого желания работать над своей целью. Что делать в этих случаях? Давайте рассмотрим простой пример. Наше желание подобно ветру, двигающему парусник вперед. Если ветер сильный, он мчится стремительно. Но иногда ветер слабый, а в какие-то дни на море вообще полный штиль. Означает ли это, что путешественник не сможет двигаться к пункту назначения? Не обязательно. Он может воспользоваться веслами и с их помощью двигаться к намеченной цели. То же самое происходит и с нашим желанием. Иногда у нас сильное желание стремиться к цели, иногда слабое. А в какие-то дни из-за плохого настроения или усталости нам не хочется даже вспоминать об этом. Но если мы будем стремиться к цели только тогда, когда у нас есть желание, нам ее никогда не достичь. Что же делать? В дни плохого настроения мы можем использовать образные весла и заставлять себя двигаться к цели. Однако здесь возникает вопрос. Иегова хочет, чтобы мы служили ему с радостью и от всего сердца. Согласно тексту из 2 Коринфянам 9 главы 7. Означает ли это, что если у нас нет желания стремиться к духовной цели, то и не нужно себя утруждать? Нет. Апостол Павел, например, не раз заставлял себя делать то, что правильно в глазах Иеговы, даже тогда, когда ему хотелось поступать по-другому. Был ли Иегова доволен служением Павла? Конечно. Он вознаградил его за старания. Известны это из 1 Коринфянам 9 главы с 25 по 27 и 2 Тимофею 4 глава 7 и 8 стихи. Так почему же стоит работать над своей целью, даже если у нас нет желания? Да потому что Иегове приятно, когда мотивация в действиях для нас служит любовь к нему, а не к тому, что мы сами хотим делать. Можете увидеть мотивацию Христа, отображено это в Марка 14 главе 36 стихе. Эгоизм присущ всем несовершенным потомкам Адама, а вот готовность делать что-то или жертвовать чем-то бескорыстно и ради пользы других у потомков Адама напрочь отсутствует. Иегова непременно оценит наши старания делать то, что делать правильно, даже если нам это делать не хочется. Например, если нам не хочется идти навстречу собрания или в проповедническое служение, но мы осознанным усилием воли заставляем себя идти, Иегова непременно показывает нам, что труд наш не тщетин, он всегда находит чем подбодрить и, какой радостью, поддержать сеющих со слезами. Это проверено и на личном опыте, и на опыте многих наших соверующих. Можно открыть стихи Псалом 125, 5 и 1 Коринфянам 15 главу 58. Достигать цели, если нет желания, помогает самообладание, способность контролировать свои мысли и поступки, а также понимание того, что не стоит ждать идеальных условий для служения Иегове. В этом мире их просто не существует. Если же мы будем просто ждать вдохновения или желания двигаться к цели, то никогда не достигнем ее. Этот факт издавна отмечен в Экклесиаст 11 главе 4 стихе. А вот если мы будем двигаться к цели, несмотря на трудности, Иегова непременно благословит наши усилия. Как выразился один брат, идеальных условий не бывает. Мы создаем их сами, когда начинаем что-то делать. Под заголовок «Не расстраивайтесь из-за неудач чрезмерно». Если мы расстраиваемся из-за того, что у нас не получается достичь того, что намечено, это прекрасно. Ведь до тех пор, пока наша совесть беспокоит нас, она не даст нам усыпить себя разными оправданиями и заставит делать определенные шаги для достижения своих целей. Об осуждении совести смотрите подробнее в видео 3.26. Каждый шаг в правильном направлении, сделанный вами, несмотря на трудности, означает духовный рост. Преодолели проблему – значит, поднялись на одну ступень выше по пути к Иегове, следуя совету апостола Павла из Колоссянам 3 главы 1 и 2 стихов. Но, к сожалению, неудачи нас могут подстерегать из-за внешних препятствий. Например, болезнь, усталость, стихия, война и т.д. могут отнять наши силы и время, и наши цели отодвинуться на дальний план. Или из-за своего несовершенства мы можем делать ошибки, что помешает нам приближаться к цели. Если из-за этого чрезмерно унывать, дьявол может воспользоваться этим и довести нас до падения. Знаем об этом и с притчей 17 главы 22 и 1 Петра 5 главы 8 стихов, что поможет нам справляться с неудачами. Ну, во-первых, не нужно сдаваться, ведь одна или даже несколько неудач еще не означает, что у вас ничего не получится. Служитель Иеговы может падать много раз, но главное – каждый раз подниматься и упорно двигаться к намеченной цели. Об этом емко и кратко сказано в притчах 24 главе 16 стихе. Во-вторых, относитесь к неудаче, как к возможности чему-то научиться. Проанализируйте, что могло привести к неудаче и что нужно изменить, чтобы в будущем избежать подобной проблемы. Принимаю во внимание факт из притчи 27 главы 12 стиха. В-третьих, не бойтесь менять цели. Иногда неудачи показывают, что мы поставили перед собой нереалистичную, недостижимую цель. Цели должны быть разумными и достижимыми именно для вас. Иегова не будет относиться к вам хуже, если вы не достигнете цели, которая вам не по плечу. В-третьих, радуйтесь тому, чего вы уже достигли на христианском пути. Например, вы развели дружбу с Иеговой, стали рассказывать о нем другим или крестились. Если вы смогли достичь этого в прошлом, значит, сможете постигать остальное в настоящем и будущем. Эту истину также отметил апостол Павел в филиппийцам 3 главе 16 стихе. Стремясь к своей цели, помните, с помощью Иеговы вы можете также благополучно пройти намеченным курсом. Как и путешественник, благополучно пребывает в пункт назначения. Но не забывайте, что не менее интересно и само по себе путешествие. Оно помогает вам духовно развиваться. Поэтому, стремясь к своей духовной цели, старайтесь замечать, как Иегова развивает вас и благословляет на пути к ней. Это обязательно будет приносить вам радость. Чего и себе, и всем вам, дорогие друзья, слушатели и читатели, искренне желаем. И в конце напоминаем, что только что прозвучавшую информацию вы также сможете найти в текстовом варианте. Ссылка на него находится в описании к этому видеоролику. Материал был подготовлен свидетелями Иеговы сайта Ящик Ответов. Спасибо за внимание.